ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот так в этой притче Христос, Бог наш, говорит о том, как разделятся люди. На две группы, всего на две. По правую и по левую сторону. Притча, которой мы с вами, в отличие от всех других, не слышим конкретного человека. Говорит Господь, разделю. Когда приду во славе своей и сяду на престоле славы, царствуется я. Разделю людей по правую и по левую сторону. По одну сторону овеца, по другую сторону козли. И спрошу первых. Смотрите, масса. Народы, говорит Господь, разделит он. Масса. И спрошу первых. «Алкал я, и вы не накормили меня. Жаждал, и вы не напоили меня. Странен был, и не пустили меня. Нах был, и не одели меня. В больнице был, и вы пришли, не пришли ко мне. В темнице был, и вы не посетили меня. И скажут первые. Когда сие было?» И ответит Господь, как вы не сделали одного малого, малым всем братьям и меньшим, то и вы не сделали мне. А других он спросит. «Алкал я, и вы накормили меня. Жаждал, и вы напоили меня. Странен был, и вы одели меня. На темнице был, и вы посетили меня. В больнице был, и вы пришли ко мне. И они также в недоумении спросят, когда это было. А он скажет, как вы сделали одному из братьев моих, седьменьших, то вы сделали мне. И пойдут одни в радость вечную, а другие в муку вечную. Притча о страшном суде. Притча, которая, казалось бы, говорит о народах. О двух массах людей. А в одних, как козлище. А в других, как олца. Говорит эта притча. Но она, как более, чем какая-либо другая, обращается к каждому из нас. Каждому из нас, вот здесь нужно отложить свое. Отложить свою самоуверенность. Отложить свою убежденность. Отложить свою самооценку. Ведь смотрите. Какой корень этой притчи. Недоумение людей. Как одних, так и других. Недоумение. Те, которые накормили. Они говорят, когда это было, Господи, чтобы мы тебя кормили? Или напоили? Или одели? Или посетили? Или пустили в дом свой? Ведь мы не знали тебя. Мы не видели тебя. А он говорит, ведь накормили. Как вы сделали одному из малых всех, братьев моих, меньших, то вы сделали мне. И другие ведь в недоумении. Господи. Да что ты такое говоришь? Разве могло быть такое, чтобы если бы ты появился, Господи, Боже наш, чтобы мы тебя не накормили? Чтобы мы тебя не напоили, не одели? Смотрите, обе группы людей в недоумении. Каждый человек в недоумении. От нашей самоуверенности. От нашей гордости. От нашей самооценки. Как мы оцениваем себя. Нам кажется, что вот мы лучше других. Нам кажется, наши грехи Бог простит. Нам кажется, мы уж делаем все так, как надо. И здесь корень всего. Беда главная. Что мы смотрим на окружающих. Мы смотрим на окружающих, судим им, даем им оценку, а себя как бы не видим. Не видим себя. Слушаем проповедь, читаем Евангелие, читаем церковную книгу и думаем, вот бы брату моему, вот бы сыну моему, вот бы матери моей почитать это, вот бы им услышать это. Я-то ведь делаю. Я уже уверовал. Я уже с Богом. Я Бога не предам. Я Бога не оставлю. И отсюда, что мы каждый день с утра, и в обед, и вечером, и в трамвай, и на улице, и иногда ночью встанем, говорим слова, каждый из нас говорит, несколько раз в сутки. Да будет воля Твоя. А творим волю мне, Божью. Творим волю свою. Тратим время, которое Бог нам дал, тратим время впустую для себя, оправдывая, понимая себя самим, жалея себя самим, давая оправдание себе самим. И вот отсюда недоумение. Недоумение на страшном суде. Смотрите, Бог страшные слова говорит. Знаете, как он говорит тем, кто не выполнил волю его? Отойдите от меня, проклятые. Во он не вечный, который я уготовил дьяволу и агилам его. Слушайте слова. Отойдите от меня, проклятые. Что здесь имеется? Что тот, а кого-то в жизни проклял? Нет. Это значит, Богом отвергнутые. Отойдите. И за что Бог ведь туда их посылает? За малое. Для нас, казалось бы, за малое. Но главное для Бога. Он туда посылает за отсутствие человечности, за отсутствие любви. Да, мы исправляем правила церковные. Да, мы иногда очень хорошо постим. Да, мы иногда читаем и утренние, и вечерние молитвы. И не пропускаем ни одного воскресенья, чтобы не пришли в храм. Да, мы не пьяницы. Да, мы не прелюбодеи, не убийцы, не воры. И вот на этом мы и останавливаемся. Но ведь на страшном суде Бог спросит. Самое главное. Были ли вы людьми? Были ли вы человечны? Молили вы увидеть в том, который стоит рядом с вами человека, которого я люблю? Бог любит всех. Вы знаете, что Он может, когда проклятый, Богом вечный. Но Он любит. Значит, всякий, ходящий по земле, Богом любим. Значит, Он ему дает покаяние. И значит, всякому, ходящему по земле, стоящему сейчас на земле, Бог дает прощение, дает время покаяться. А нам говорит, люби Его. Прими Его, если Он голоден. Напои Его, если Он жаждет. Сорей Его, одень Его. Будь человечным. Или еще проще, люби Его. Нам трудно в этом разобраться. Нам трудно иногда понять. Вроде бы все делаю. Вроде бы все исполняю. А вы возьмите случай, простой случай. Вот сейчас часто мы сетуем на медицину. И действительно, войдешь в больницу, лежит человек тяжело больной, стонет, все вокруг него бегают. Иногда в коридоре лежит. Иногда без простыни лежит. Все бегают мимо. И никто не подойдет. Никто руку не возьмет, свою руку. Никто не спросит, что тебе. Может, ты пить хочешь. А может, ты в мокром лежишь. А может, ты есть хочешь. А может, боль такая, что ты ее уже терпеть не можешь. А посмотреть человека, который рядом с ним. Он скажет, я делаю все, что могу. И мы видим разницу. Если мы выслушаемся, как этот человек все делает, мы скажем, правильно. Ну, почему же таки он лежит и стонет, этот больной? Почему это? Она принесет. Она даст. Она исполнит закон. Она делает все по правилам. Что не хватает у этой медсестры? Что не хватает у этой санитарки? Не хватает самого главного. Да, если придет комиссия, проверит, скажет. Да, где же я могла взять эту простынь? Нет ее. Да, у нее столько-то больных не могла подойти к нему. Ну, вот приходит к этому больницу мать этого больного. У нее маленькая пенсия. Она не то, что простынь купить не может. Она хлеба себе купить не может. Но она приходит, подходит к этой кровати и что-то происходит. Происходит совершенно что-то другое. Этот больной успокаивается. Глаза его сияют. К нему что? Пришли. Да, Боже мой, к тебе за целый день, может быть, и подходили люди. Спрашивали, что тебе надо. Подожди еще сейчас немножечко. Мне туда надо идти. Я еще подойду к тебе. Она, может, и не выполняет вот этих правил. Нет у нее тех денег. Им нет ничего. Но что-то в ней другое есть. Она пришла в больницу и подошла к этому больному. Да, правильно кто-то из вас сейчас сказал. Не хватает человечности. Мы думаем, что исполняя закон, исполняя правила, мы выполняем волю Божью. Нет. Закон можно исполнить только одним. Любовью. Любовью закон можно исполнить только одним. Нам в детстве, помните, в школе, сейчас школа другая, уже не читаю тех рассказов. Помните, как врач шел по улице и увидел просящего, нищего человека. Не просто ему подал кусок хлеба, он пришел в тот дом. Помните этот рассказ? Пришел в тот дом и увидел сырые стены. Увидел детей кричащих, голодных. И он накормил, помог, вылечил. И мать поднял этого нищего, этого ребенка, поднял, вылечил. Да, он мог выполнить просто правила. Он мог откупиться, дать это вот, но в нем была человечность в этом враче. О ком мы ведем речь? О нашем великом русском враче Пирогове. Да, большой был человек, много больных было. Но нашел он возможность войти в этот дом, где мать умирала от чахотки. И нужна была ей помощь врачебная, где дети одни были. И часто в нашей жизни, может быть, не требуется большого. Может, требуется малое. Просто человечность. Поднять трубку и позвонить. Пересилить себя и найти время пройти к тому, кому тяжело и плохо. Не оправдывать себя, что человек этот может быть не совсем хорошим. И что когда-то у тебя в жизни с ним были конфликты. А услышать свое сердце. Услышать то, что Господь говорит. Принимающий ближнего своего. Согревающий ближнего своего. Согревающий того, кого дает Бог нам. А воля в Божье ведь в том родненький. Мы каждый день говорим. Вот человек дурной. А кто его, этого человека, нам послал? Бог послал. Послал, чтобы мы смогли его понять. Чтобы мы могли его простить. Чтобы мы могли без злобы, без злобы сказать ему о его недостатках. Знаете, есть Евангелие от Луки в 17 главе. Удивительные слова. Если брат твой согрешает против тебя, выговори ему. Выговори. Если он попросит прощения, прости ему. Если опять попросит, опять прости ему. И прощает бесконечно, прощай ему. У нас же не так. У нас это оправдание. Раз он не понял, раз не попросил прощения, все это рака, отрежем этого человека. Он не достоин вообще человеком называться. Но Бог ведь спросит. Не зря в Евангелии от Матфея эта притча о страшном суде. Не зря там эти строгие слова. О огне вечному, готованном от дьявола. И о царстве, готованном для тех, кто волю Божью исполнит. Не зря они там сказаны. Вы знаете, когда идет этот отрывок? После того, как Господь рассказывает, как будет конец света. Потом идет отрывок о том, каков будет суд. И сердцевина всего недоумения. Одних людей. Они не видят своих заслуг. Истинная жизнь. Истинная любовь. Это когда мы не видим того, что мы делаем. Мы делаем это, как дышим. Мы делаем это, как пьем. Как спим. Как говорим. Мы делаем это естественно. Как утром встаем и идем работать. Вот мы делаем добро. Мы посещаем больного. Мы кормим голодного. Мы прощаем обидящим нас. Мы делаем это естественно. Вы когда-нибудь видели мать, которая всю ночь не спала у кроватки больного ребенка, у которого температура. Вы видели мать, чтобы она вышла из этой комнаты и сказала, слава мне. Я всю ночь не спала. Она скажет одно. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Ребенку моему лучше стало. Лучше. Стала. Температура. Упала. И забудет то, что она всю ночь не спала. Вот недоумение праведника. Он не помнит. Он сделал дело любви. Он помолился. Он поделился. Он согрел. Он простил. Он понял, он услышал. Он протянул руку. Без всякой платы. И он скажет, Господи, да когда же я тебе помогал? Господь сказал, так как ты волю мою исполнял. Ты любил. Я прошу вас, люди, говорили, Господь, любите друг друга. Я говорю, я возлюбил вас. Это слова Христа. Как ты любил? А другие в недоумении. Вроде бы все выполнили. Вроде бы все сделали. А за что, Господи, так строго? Выполни волю, человек Божий. Мы вступаем в пост. Мы вступаем в то время, когда будем смирять себя. Свою гордыню. Так вот, это смирение гордыни должно заставить нас задуматься. Любим ли мы? Человечный ли мы? Живем ли по воле Божьей? Умеем ли простить и понять? Или просто не едим мясо? Подумать нас. Заставить, Господь. Заставить. Спешите. Пока есть жизнь. Спешите не судить. Ни гнев свой проявлять. Ни злобу проявлять. Ни скандалы строить. Ни ходить обиженными сутками. А спешите любить. Судить будет Бог. Он один имеет право. Потому что Он возлюбил всех. Всех возлюбил. Из креста сказал. Прости им. Ибо не ведают, что творят. Прости им. Из креста. Креста. Решил обнять нас всех. А мы грехами мешаем Ему. Но Он все равно обнимет нас. Обнимет и соединит в царстве своей любви. Стремитесь в это царство. А значит просто. Будьте человечны. И любите. Аминь.